Следующий наш доклад. Юрий Чехович, Андрей Гробовой, Герман Грецай. Генеративный искусственный интеллект. Подводные камни использования в научных работах. Это наши коллеги из компании Антиплоген. Здравствуйте, коллеги. Всем добрый день. Сегодня пытаюсь очень кратко рассказать. Я думаю, я презентацию достаточно быстро расскажу. После этого лучше обсудим какие-то моменты, которые вас заинтересуют с моей презентацией. Ну, во-первых, хочу сказать то, что искусственный интеллект и генеративный искусственный интеллект – это вообще не новое. Да, максимальное распространение получилось в позапрошлом году, в 22-м году, но первое зарождение было конец прошлого века, начало этого века, то есть это 2000-2015 год, после чего очень значительный прогресс был с 15-го года. Я про него чуть-чуть позже расскажу. И, конечно же, 22-й год – это появление Чет-ГПТ. Да, это большой хайп, первая вообще доступная модель, но сейчас мы даже видим, что за 2023 год и сейчас появляются новые модели Яндекс-ГПТ, Гигачат и другие модели. Что такое вообще языковая модель? Ну, сейчас принято говорить не просто языковая модель, а большая языковая модель – это LLM. И, во-первых, это не что-то там такое сложное, это некоторый алгоритм, просто алгоритм в компьютерном коде, который обучался делать то, чтобы сгенерить текст, максимально похожий на тот, который пишут люди. Ключевое слово здесь максимально похоже. И задача алгоритма – дать вот такой похожий текст. Как он генерирует? Ну, для того, чтобы что-то сгенерировать, надо сначала понять, что у нас работает. То есть у нас некоторые слова есть. Любой язык, все со словаря. Если мы все привыкли видеть словарь словами, то есть там «мама», «мыло», «раму», к примеру, в предложении, у нас там есть три слова, как-то их мы закодируем в компьютере, там 145, 144, ну, 145, неважно, то в искусственном интеллекте генеративном у нас немного не так. У нас все раскладывается по некоторым слогам, к примеру, «мама» – это там «ма», «мы», «ам», «а», «р», «а», «у» и другие слова, больших слов. И, соответственно, если мы возьмем предложение «мама», «мыла», «раму», то в нашем словаре в русском языке это там три слова, а в генеративном интеллекте это там их десяток, может быть. Но нам нужно понять, вот у нас есть первые два слова, как нам выбрать следующее. У нас есть некоторое вероятностное распределение на всех словах среди всего словаря, которое выдает генеративная модель. Все, что делает генеративная модель, это оценивать вот эти вот вероятности. То есть то, что окна там 15%, раму 40% – это то, как часто это слово встречалось после двух предыдущих слов в обучающей выборке, которые мы давали этому генеративному искусственному интеллекту. Можно выбирать «жадно» наиболее правдоподобное слово, тогда у нас будут всегда одни и те же предложения получаться, так никто не делает. Есть другие методы, например, «бимсерч», который генерирует сразу несколько последовательных слов и выбирает наиболее правдоподобный, после чего люди все в конце прошлого десятилетия, то есть в 19-м году, все пришли к эсэмплированию из распределения, то есть выбирать «н» наиболее вероятных слов и случайно с заданной вероятностью выбирать слово. Тогда мы получаем максимально разнородные ответы, те, которые мы видим от чат ГПТ, например. Но хорошо, как, имея вероятность изгенерить предложения, разобрались, теперь надо понять, как эти вероятности вообще получить. Первые модели, которые с прошлого столетия еще остались, то есть это конец 90-х годов, это простые н-граммные модели. Здесь мы просто строим матрицу вероятности, состричаемости некоторых слов, то есть, к примеру, вот «мама мыла». После этого в 10 предложениях было слово «раму», в 5 предложениях было слово «посуду», и, соответственно, мы выбираем с вероятностью 1 третья посуду, с вероятностью 2 третья выбираем «раму». Но это ничего сложного. К концу прошлого века как раз появились первые модели на базе, параметрические модели, это RNN-LSTM, но они, к сожалению, не прижились, и в 2015 году о них все благополучно забыли, потому что они имеют слишком короткую память. То есть мы там можем генерировать предложение, но предложение 2, но если мы хотим генерировать какой-то абзац, там уже ничего хорошего не получится. И как раз революция первая, которая произошла, так можно в кавычках назвать, это 2015 год, когда появился механизм внимания, в рамках которого можно было учитывать контекст больше, чем на уровне одного предложения. Сейчас это уже до уровня книг, контекст можно учитывать, но вот тогда получили значительный прирост, когда учитывали контекст на уровне одного абзаца, это был большой прорыв. И, соответственно, на базе этого механизма внимания был построен первая модель ГПТ, это 2019 год, и было значительное развитие с 2019 до 2021 год. Развитие было следующее. Первые модели обучали только на высококачественных текстах, то есть это были библиотечные книги и так далее. Качество было достаточно низкое, после чего в 2020 году уже добавили весь интернет, увеличив немного количество параметров, качество было все еще очень плохое. И в 2021 году уже поняли, что надо сначала обучать на мусорных данных, на всем интернете, мусорные данные, после чего нужно постоянно их фильтровать, фильтровать до максимально качества. Тогда качество ответов модели будет максимально хорошим. Ну и, конечно же, 2022 год, по нынешнему времени идет развитие. Ну, это на базе ГПТ, рассказываю, там есть другие модели от других компаний, но не суть. Соответственно, в 2022 году главное отличие то, что начали выдавать ответы пользователям и получать фидбэк от пользователей. То есть пользователь выбирает, хороший это ответ был модели или нет. На базе этого дообучили, получили так называемый инструкт ГПТ, которое в приложении чат ГПТ было объявлено в ноябре 2022 года. Соответственно, после этого было развитие ГПТ-4, ГПТ-4 Турбо. К сожалению, на слайдах у меня здесь нету ГПТ-4О, которая вышла буквально месяц назад. Честно, я еще не притрагивался. Так вышло. Вот. Ну, все сейчас делают упор как раз на качественные данные. А что сейчас все-таки с этими моделями? То есть мы видим, что это некоторый алгоритм, ничего там такого нету. Он просто выбирает наиболее правдоподобную последовательность, которую ему в момент обучения задали. Но к чему это все привело за последние два года, можно так сказать? Начали люди писать дипломные работы, начали писать научные статьи, начали решать математические проблемы. Но давайте посмотрим, сколько хорошо он эти проблемы решает, сколько хорошо пишет. На самом деле, так как в нашей компании есть всякие модули, которые позволяют определить машину сгенерированной тексты, соответственно, нам нужно было как-то научиться это генерить. Ну, и у нас есть разные системы для внутреннего пользования, которые позволяют это генерить. Тексты неплохие получаются. Вот здесь можно почитать, какие они выдаются. Но, к сожалению, не только во внутреннем пользовании получаются сгенерированные статьи, а и в мире. Если посмотреть на Google Scholar, это система публикаций, соответственно, можно... Год назад, вот левая картинка – это год назад, правая картинка – это сейчас, буквально на прошлой неделе. За последние полтора года опубликованных научных работ, где упоминается слово ГПТ, либо еще другие, больше сотни. Это все шпрингеровские журналы, индексируемые со скопусом и так далее. То есть люди очень часто начали это использовать в своих научных работах. Качество этих научных работ. Вот это скрины из двух статей. Я не буду называть, какие конкретно статьи, но из того списка, который был выше, из 102 работ, мы видим, что люди просто сгенерировали текст и просто копипастом вставили в свою работу. Вопросы, конечно, наверное, к рецензентам, которые это не прочитали. Ну, вот в работе, когда указаны какие-то заглушечные слова от модели, которые не позволяют ингенерить всякий мусор так называемый, они упали в финальную работу, прошли лицензирование и были опубликованы в скопусе. Наверное, не очень хорошо. Почему? Ну, там первые примеры были. Тут такой мой давний пример, который... Все, наверное, слышали про первую работу Жадана. Дипломную работу написано при помощи чат ГПТ. Мне было когда-то интересно, я рассмотрел и там не нашел ни одной ссылки библиографически правильной. То есть все было сгенерировано настолько плохо, что... Ну, да, где-то название было работы искорежено, где-то авторы, где-то страницы и так далее и тому подобное, но ни одной полноценно правильной библиографической ссылки. Что касается за последний год. Не мы проводили исследования, тут есть снизу ссылки исследователей, которые указывают на то, что за последний год, то есть в 2023 год, более 60 тысяч работ научных имеют признаки машинной генерации. Из них до 17,5% в области компьютер-сайенс. Здесь я хотел показать график, как растет число работ в процентах. Но, опять же, это не число работ машинной генерации, это те работы, в которых есть признаки машинной генерации. То есть отталкиваемся, что есть какие-то ложноположительные срабатывания и тому подобное. То есть если раньше это порядка 2,5%, это можно сказать, что это ложноположительные, то видим, что с начала появления общедоступной чат ГПТ рост значительный. То есть это от 2% до почти 20% работ, которые есть в различных сборниках статей. Что на самом деле наталкивает на мысль, что люди этим пользуются. Наибольший рост на самом деле в научных статьях по медицине. То есть это данные ПАПМЕДА. Видно, что за последние годы, 23-24 год, значительный рост также публикаций. Почему плохо использовать модель при написании научных статей, дипломных работ, курсовых и тому подобное? Ну вот здесь некоторый пример, о чем книга Муму. На самом деле это ответ прошлого года, сейчас ситуация получше, но можно привести другие примеры, я их чуть позже скажу. Просто мне этот пример сильно нравится. «Девушка Герасим» и «Корова Муму» – это просто текст написан замечательно, но не имеет ничего общего с тем, что было в книге. И когда люди генерируют, не проверяя факты, которые генерирует языковая модель, мы получаем не совсем честные дипломные работы, не совсем честные научные публикации. Здесь уже более современные модели, современные ответы. Например, о чем книга Муму сейчас уже ГПТ-4О, Гигачат, Яндекс.ГПТ справляются. Но, к примеру, сколько есть стран на букву «В» до сих пор не справляются. Вот, чат ГПТ-4О говорит четыре страны, их шесть, если что, я скажу. Вот, или какого рода слова «компоненты» – ну тоже никто не справляется. Окей, мы поняли, что там есть проблемы, следовательно, с этим нужно как-то бороться. Ну не то, что бороться, хотя бы надо выявлять, чтобы понимать, в работе есть машинная генерация или нет. Есть целый ряд публикаций, в том числе вашего покорного слуги, так скажем, в этом списке. То есть работа не стоит на месте. Сейчас я, больно уже, две минуты. Соответственно, определить фрагменты как-то можем, надо с этим что-то делать. Как поменялось за последние годы, что делают вузы? В 2023 году все начали активно это запрещать. То есть если видим, что ограничиваем, 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 то в этом году все вузы наоборот. Можно разрешить, разрешаем столько-то процентов. Но, опять же, все говорят про проценты, но все не говорят о том, что это нужно очень сильно валидировать. Опять же, с моей точки зрения и с точки зрения компании, наверное, скажу так, популярную мысль, наверное, и многих других людей, надо научиться этим пользоваться. То есть когда-то было большое отвержение всяких Google, Яндекс и так далее, поисковиков, есть библиотеки, зачем нам эти поисковики. Все привыкли, были машинный перевод, Яндекс, Гугл, опять же, все говорили, ой, зачем это нужно, не пользуйтесь. Все к этому привыкли, научились этим пользоваться, корректировать и так далее. Соответственно, то же самое должно произойти с машинной генерацией, я считаю. Ну, опять же, здесь краткий слайд. То, что это только инструмент описания, а не проведение полноценной научной работы, нужно думать головой человеку, в первую очередь. Ну, и такая вот под конец, когда мы говорим про машинную генерацию, сразу там автомобиль, когда автомобиль попадает в аварию, редко, когда винят автомобиль, всегда винят водителя автомобиля, тот, кто пользовался этим инструментом. То же самое все-таки про машинную генерацию. Отвечает за контекст, контент, то, что сгенерировала модель, не модель, а тот, кто ей пользовался. Он должен прочитать, он должен это скорректировать. Ну, и напоследок такой вот слайд, что генерируем много, из этого нужно что-то принимать, из этого что-то нужно, человек сам должен написать, что-то человек должен сказать, ой, нет, это я не включу в свою финальную работу. Все, на этом я закончу свою презентацию, готов к ответу. Андрей, огромное спасибо. Мы начнем с онлайн-вопросов. У нас там очень много людей, но вопросов пока два. И на этих двух вопросах я завершусь, потом мы передадим в зал вопросы. Глеб Евгеньев, то есть знать английский не обязательно, и сам все сделает с текстом, сочинением, эссе. Зачем тогда человек в этой системе? Преподавателю проще давать задание ИИ. Смотрите, вот я как раз здесь сказал, что человек может прекрасно использовать машинный перевод, но потом не нужно удивляться то, что у него Герасим из мужчины станет девушкой после перевода, и не нужно удивляться то, что Москва станет столицей Америки, к примеру. Вот, без проблем, может человек пользоваться, но мне кажется, это будет не всем корректный перевод. Понятно. Следующий вопрос. Надо в корень смотреть. Алексей Попов. Причина не в искусственном интеллекте, а в глупых KPI и бездумной наукометрики. Если для получения плюшек нужно выполнить формальный количественный показатель, то он будет выполнен любой ценой. Да, такая проблема, наверное, есть. Честно, мне вот эти индексы Хирша и так далее не особо нравятся, потому что он действительно смотрит на число публикаций и тому подобное. Но здесь, наверное, вопрос к уровню журналов. То есть, если журналы пропускают такое, то нужно смотреть на их рецензентов, которые не могут увидеть машинную генерацию от человеческого текста. Опять же, проблема не в машинной генерации. Проблема в том, что он может сгенерировать недостоверную информацию. Да, таких процентов не 100%, но 40% недостоверной информации – это уже много. Олеся Иваненко. Вопросы к вашей системе тоже возникают. Очень часто оригинальный текст идет как сгенерированный. Да, это ложное срабатывание. Да, они, к сожалению, есть. Это только предупреждение, и проверяющий должен, конечно же, посмотреть, если там нет признаков машинной генерации, ну, сказать, что система ошиблась. Но скажу так, у системы достаточно высокий уровень, достаточно низкий процент ложноположительных срабатываний, то есть у него точность достаточно высокая. Но действительно есть ложноположительные. К сожалению, любая система имеет ложноположительные срабатывания. Так, у нас тут есть еще реплики, я зачитаю, они не требуют ответа. Но студенты считают это все истинным, сдают на проверку. И еще один. Нейросеть дуэли Лермонтова и Мартынова. Мне захотелось вызвать ИИ на дуэль. И так далее. Но я не буду, тут появляется уже много. Давайте перейдем к вопросу. Здравствуйте, меня зовут Иван Филетов. Будем считать, что независимый эксперт. Вопрос. OpenAE в свое время пытались сделать детектор как раз-таки текста, который сгенерирован их большими языковыми моделями. В итоге они пришли к выводу, что текст, точнее их детектор, дискриминирует не столько большие языковые модели, а сколько текст написан либо простым языком, либо неносителем языка. Что нас подводит к следующему вопросу. По факту единственный и достоверный способ детектировать, написанное это текущими большими языками моделями или нет, это факт-чекинг. Что вы про это думаете? Смотрите, я полностью согласен с поводом факт-чекинга. Действительно, основная проблема в машинной генерации не в том, что это действительно машинная генерированная техника, а то, что там может быть ложная информация. По поводу того, что очень часто ругаются на кривые тексты, ну, в кавычках кривые тексты, да, это правда, и в основном ложноположительные срабатывания, ну, часть ложноположительных срабатываний в системе текла тоже из-за этого. Потому что, в частности, в английском языке, к примеру, кто-то там пользуется переводчиками, корректирует, и из-за этого ломанный язык получается, из-за этого и происходит детекция. Да, я считаю, что через какое-то время, не знаю, год-два, может, через месяц, да, все перейдут от детекции машинной генерации в проверку факта. Ну, и я так вижу тоже. То есть я тут полностью согласен, не могу ничего родить. Но пока нужно ограничиться о малом, хотя бы выявлять признаки машинной генерации. Ну, а дальше нужно это развивать. Здравствуйте. Арсен Боровинский, основатель библиотеки Элис. Скажите, когда вы делали обзор развития GPT, вы говорили про то, что добавили много мусорных данных, и в GPT модель стала лучше. Но в то же время я вижу, что многие пытаются, или, по крайней мере, мыслят про то, что надо, наоборот, взять отобранные данные, и тогда надеяться, что будут меньше глюков. Вот так смотрят. То есть мало отобранных данных – это все-таки тупиковые, ведь сейчас в GPT или нет? Или можно пытаться? Тут есть… Ну, я немножко упростил изложение. Смотрите, любая языковая модель сначала должна обучиться на большом объеме данных, не так важно, сколько они качественные. Смотрите, если у вас есть… Ой, сколько там сейчас миллиард параметров? Ой, 100 миллиардов параметров. Для того, чтобы обучиться… Чтобы обучить эту модель, нужно приблизительно несколько триллионов слов прочитать модели. Ну, это так оценки на один порядок нужно больше, потому что у меня есть работа не связывается с пугетом, сколько нужно объем данных для обучения модели с N параметрами. Соответственно, вы не найдете настолько много высококачественных текстов, чтобы обучить на первом этапе эту модель. Соответственно, нужно чем-то жертвовать. Соответственно, на первом этапе, при трейна так называемого, происходит обучение на большом объеме мусорных текстов. После этого уже все эти мусорные тексты… Ну, обучили языкую модель, мы увидели, какие токены за каким токеном идут, и после этого идет второй такой режим настройки сети, которым даются только высококачественные данные. Вот этих данных уже, может быть, не так много, то есть там действительно не нужны такие объемы, и, соответственно, да, на втором этапе нужны только высококачественные данные, мусорные данные там использовать нельзя. Но на первом этапе, к сожалению, от этого избавиться не можем. Ну, нельзя. Так много это сколько? На втором этапе имеете в виду? Десятки, сотни тысяч достаточно текстов. Это уже можно найти для конкретной задачи без проблем. А качественные данные должны быть много или мало? Вот, их должно быть много тоже, но объем значительно ниже, чем исходных данных. То есть качественных данных достаточно десятки тысяч текстов, этого уже вполне достаточно, чтобы, да, обучить модель по конкретную задачу. Ну, десять тысяч текстов – это не совсем большие данные, все-таки. Но это небольшие. Я считаю, это небольшие. По сравнению с миллионами, миллиардами – это небольшие. У меня такой был вопрос. У нас приезжали буквально недавно представители Синкай, и они объявили в ходе семинара о том, что у них как раз в их вот издательском холдинге и среди продуктов, которые они разработали, уже как раз тестируется система поиска заимствований именно тексты, созданные студентами с помощью вот искусственного интеллекта. Ведь, да, во-первых, кого вы считаете лидером в мире, вот на кого вы ориентируетесь, еще момент такой, что Синкай, у них система такая, что практически все диссертации и так далее, все проходит централизованно. Я им, кстати, очень позавидовал в этом плане, потому что вот вы не считаете, что это хорошее задело у китайцев, но менталитет все централизуется, и они получат, ну, одну из самых больших бигдейта по чуть ли не англоязычной, потому что все пишут на это. Смотрите, по поводу диссертации, диссертации все-таки не так много в мире, ну, есть мы говорим только про диссертации, все-таки диссертация этого малая от всех публикаций, которые в мире публикуются. Ну, не о малая, там, ну, процентов 10, наверное, не больше. Это первый пункт. Второй пункт, на который мы ориентируемся, ну, наверное, не секрет, что в один в мире сейчас идет терный тым, по количеству пользователей. Вот, компания есть такая по заимствованию. Ну, она ориентируется на англоязычный рынок, конечно же. И третий вопрос. Если они будут идти только на диссертации, думаю, далеко они не дойдут, поэтому они, скорее всего, точно будут использовать статьи всяких Вайли и других издателей для того, чтобы повысить свою коллекцию. Вот все-таки при поиске заимствований самое важное – это объем коллекции, по которой производится поиск. Если искать только по диссертации, то все-таки не так много. Миллионы, вот тут тоже задавали вопрос в Big Data, а где начинается, какой вы порог считаете? Для поиска заимствований все-таки сейчас индекс Тернетин – это миллиарды документов. Вот, это ОМАЛ. Так что диссертация – это ОМАЛ. Коллекция РГБ – это миллионы, а в РГБ все диссертации в России, которые есть, к примеру. Последний вопрос давайте, если он есть. Здравствуйте, редактор Тимирязевского биологического журнала. Такой вопрос. Если автор, готовящий статью, использовал искусственный интеллект, проверил факты, они его устраивают, и он включает сгенерированный текст в текст научной работы, нужно ли в таком случае включать этот текст в библиографический список, и как сделать цитирование? Нужно ли это делать, или можно это присвоить себе, если полученная информация автора устраивает? Да, вопрос на самом деле очень сложный, потому что для этого нужны регламенты. Насколько я понимаю, сейчас всякие журналы, ну, различные журналы пытаются включить в пользовательские соглашения, когда подаются статьи, то, что там справка, ну, что вы должны указать, использовали ли машинную генерацию. Смотрите, с моей точки зрения, как по правилам? По правилам нужно, конечно же, указывать. Ну, с моей точки зрения, это личное мнение, я сейчас ее выскажу. Вот, смотрите, все пользуются машинным переводом, наверное, особенно, когда делают публикацию на английском языке. Я точно пользуюсь Google-переводчиком. Я же не указываю его ни в списке литературы, я его не указываю в преподаче, еще где-то. Я им и воспользовался, переписал половину текста, ну, это, наверное, уже мой текст. Кажется, что с машинной генерацией то же самое. Если действительно человек может расписаться под всем тем, что написала модель, действительно переписал этот текст, наверное, может присвоить его себе. Опять же, это мое личное мнение, тут нужно регламент посмотреть. К сожалению, регламента все еще нет по этому поводу. Ну, давайте последний, да, а то мы уже выбиваемся. Добрый день, спасибо большое за презентацию. Девушка Герасима, Карл Муму, сумасшедший мем, конечно, разойдется, я уверен. Также огромное спасибо за, мне очень понравился слайд, сравнение с автомобилем и ответственностью водителя за аварию. А можно вот здесь поподробнее, вот какой момент меня заинтересовал. Ведь, ну, с водителя, понятно, мы спросим за аварию, безусловно, он либо пьяный, может быть, рискованно водил, может быть, там, неаккуратно, может, не следил за машиной. Но если переносить, так сказать, эту, ну, разворачивать метафору обратно к разработчикам искусственного интеллекта, а как мы спросим и как мы контролируем вообще тех, кто обучает искусственный интеллект? Потому что ведь это мы можем заложить совершенно разные установки, совершенно разные взгляды, и у меня целая подборка диалога с Алисой по поводу, ну, да, вы, наверное, заулыбались, потому что тоже, наверное, это делали, по поводу СВО, насколько легитимен наш президент, насколько мы демократическая страна. И Алиса категорически отказывается отвечать на эти вопросы. Не отказывается отвечать на вопросы, например, откуда у нас вообще, так сказать, конфликт между Украиной и Россией. Ну, отлично рассказывает, например, о конфликте США и Вьетнама. Ну, у нее нет проблем. Вот кто будет отвечать за то, кто обучил искусственный интеллект? И с кого мы спросим? И имеем ли мы возможность спросить? Спасибо большое. Давайте тут я сразу два ответа на один вопрос. Во-первых, я под человеком здесь подразумевал пользователя, во-первых, да, то есть тот, кто использует для того, чтобы описать работу, да, то есть здесь это имелось в виду. Разработчик, если метафорусом автомобилем, это, не знаю, инженер, который спроектировал машину, да, к примеру, и так далее. Здесь есть открытые модели, есть приложения. Вот вы привели пример Алисы, там, если мы берем ГИПТ, Джат КПТ и так далее, у них есть правообладатель, ну, то есть компания, которая поставляет услуги. Соответственно, здесь, скорее всего, ответственность будет нести Яндекс, и именно из-за этого они ограничивают ответы, чтобы не выдать ответы, которые противоречат законодательству, ну, в частности, Российской Федерации. Такие же ограничения, там не нужно думать, что Яндекс какой-то плохой и что-то там ограничило лишнее, такие же ограничения есть у чата ГПТ. Если там спросить про, там просто другие повестки, соответственно, соответственно, если спросить повестки, которые не должны, не должны отвечать чат ГПТ, он тоже не ответит, он скажет, к сожалению. Я, кстати, приводил пример, в статьях именно из-за этого вот эти шаблонные фразы и есть. Его просили сделать то, что его ограничили насильно, ну, не делать. Вот. Соответственно, ответственность несет компания, которая разработала, конечно же, а у нее там патенты и так далее, и компания себя предостерегает, то есть, ну, смотрит по законодательству и ограничивает выводы. То есть, ну, тут никак. То есть, органы могут только на компанию влиять, а компания уже на… Именно из-за этого… Что? Что? Компания, которая разработала. Почему никто? У компании есть люди, которые это сделали. У нее есть генеральный директор, в крайнем случае, и так далее. Но, с другой стороны, да, ну, конкретного человека, наверное, не будет. Коллеги, меня вообще немножко пугает вот из зала. Вот что мы хотим от искусственного интеллекта или, скажем так, конструктора текста каких-то философских ответов. Вот как раз… Нет, то, что вы говорите, это говорит о том, что там или политизировать, или так далее. И я прошу, что в ходе дискуссии мы для себя в конце ответили. Так, может быть, неправильно называть искусственный интеллект? Может быть, вообще это вот как бы запретить, потому что это фейк, как вот говоря этим же языком, да? Ну, неправильно, это конструктор. Вы не можете задать вопрос энциклопедии отношения к Ньютону, понимаете? Она вам должна дать ответ, кто это такой, что произошло и так далее. А вот мы, получается, пытаемся переложить на конструктор текстов. Понимаете, вот выступление Константин Николаевича замечательное. Я вот видел целостное восприятие использования нейросети. Там нет ничего про генерацию каких-то новых знаний и так далее. Это не про это, извините так вот скажу. Это про то, что вы заложили и что уже сделано. Но поскольку в СМИ муссируется вот этот популизм, отсюда вот вокруг и около вот эти все вещи, меня очень расстраивает, мне кажется, немножко… Вы понимаете, вот, а почему делают ограничения и правильно делают ограничения? Потому что это, ну, как вот кофемолки, вот мы хотим с ней порассуждать на высокие материи. Она должна вам… Понимаете, у градусника не нужно ничего спрашивать. Он вам ответит, какая температура. Спасибо, это мое личное мнение. Просто мне это очень обеспокоено. Не ответ, не вопрос. Вот тут один из докладов будет, чем отличается искусственный интеллект от сильного искусственного интеллекта. Я видел в докладах. Вот мне кажется, как раз это об этом. Сейчас мы еще до высокого искусственного интеллекта не доросли. Я думаю, как раз один из следующих спикеров как раз и расскажет о том, чем отличается текущая система от… И полезнее… Последняя реплика из… Хотел сказать, из парламента. От Дмитрия, короче, к сожалению. Да, традиционно уже тоже вопрос, который не требует ответа. Вот Т9 нас… Т9 как предтеча генеративного искусственного интеллекта в каком-то плане. Да, вопрос такой. Вообще имеет ли смысл… Нет, для меня, например, абсолютно все равно статья генерирована с помощью генеративного искусственного интеллекта или написана с помощью Т9 или руками на столе с помощью пера. Важно другое в научной статье – научная новизна. И для меня лично проблема заключается в том, сможем мы определить эту научную новизну с помощью цифровых методов, там, анализа, неважно чего, интеллекта или чего. И вот и все. Больше нет никакой проблемы. Да пусть этот используется, да. Пусть генерируется как угодно, если есть научная новизна, да, есть составляющая, да, которая двигает человечество вперед. Пусть там микро двигает, но тем не менее. Спасибо. Просьба к Андрею, ко всем остальным спикерам оставаться в зале до конца конференции. Ваша экспертность нам нужна и ваши вопросы нам очень нужны.